ну что же в очередной третий раз всем привет с вами как всегда естественно оки надеюсь меня не забыли наград нас easy fall 1 против элизиум гейминг по моему полное название до элизиум гейминг очень интересный коллективчик из греции по моему если я точно знаю флаг этой страны то думаю будет интересно но и без профит у нас взлетает первым пиком от аладинчиков заберут и не еще раз наверно суппорта какого-нибудь стоит взять и джекира угрмак от элизиум два суппорта есть званили опять же ликантроп мастера опять же ну опять же зеладин и забанили войда тайтхантера и skyros мэйджа не хотят на каких-то сайленсов ну и в очередной раз элдар титана забирают все будут пытаться реализовать почти предыдущую страту печь там был джекира джекира в этой игре к сожалению не будет вытер там против них поэтому посмотрим ну точно интересно 1 встречаюсь с таким не русскоговорящим коллективом в принципе на стола дыре окно платном посмотрим третий бан вина майнера забанили может быть видели может быть увидели вряд ли бред какой-то вообще принципе несу посмотрели статистику профили там двух пом человек были открыты так что глянуть одним глазком можно было вина майнера забанили хорошо ну либо реально очень круто что нули угадали поняли цель противника и вот собственно результат ну опять же у элизиум кимин просто очень мало игры на стреладере побед у них поменьше но без поражений пока идут по старландеру забанили здесь визажа хотя почему бы самим было не взять тоже такая интересная задумка была бы могла быть у них но не захотели ладно разор у нас здесь забирают элизиум гейминг парень бы стать миду против this profit не думаю здесь будет какие-то особенные варианты ну хотя всякие в принципе выдумки придумки бывают спрос нас может пойти там на сложную линию бывало и такое разор может быть там вниз на легкую линию по фармить или опять же в 3 пол подраться вчера по у нас тут ходил с такой же стратой разор в трипле с двумя с упортом и мы в принципе чувствуете а там хорошо они там борзор с упорта вообще на самом деле да ну ребят ту игру выигали то есть принципе вариантов много но не думаю все таки вряд ли вряд ли полторы минут еще у элизиум гейминг ну или просто или лай 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 по уму очень красиво звучит если вот так вот сокращенно ну хотя это уже немножко не или короче такое полторы минут еще остается у ребят времени много нужно думать дингу справятся белый один и до спорта есть мид есть опять же не хватает карьер парень сложную линию для лизиум опять же нужен парень сложную линию нужен парень который будет бить крипов фармить какой-то сильный опять же кэри который должен будет выдержать напор аладдинов в предыдущей игре давили очень плотно и почти самых первых минут долго думать то с капитан думался принципе набор владинов реально необычный мы-то уже его видели видели его принципе две игры подряд по моему или в одной игре был короче не суть в принципе в элдритан видели мы как он у них работают это не какая-то новинка поэтому вроде бы окей но для противника думаю немножко всем подруг по другим углом они на это все смотрят и элдритан выглядит немножко диком но они тоже забирают бристлбека третью группу от нас бристлбек будет играть против аладдинов ну и пока он им не мешал в принципе как он ни разу не смог там как-то нормально именно подраться пару тройку минусов спреем кого-то дать подгу еще что такое с пассивкой злой боевой там с вг по и по еще чем-нибудь пока такого не получалось в принципе здесь аладдин такие мобильные парни опять же элдритан остается держаться подальше немножко от всего собственно действо которое там происходит дп просто бегать с эрцизмом с формы с сайленс и тоже венга сфап станы но в принципе да и вот здесь наверно в данный момент на здесь самый вызваемый персонаж ну и магнус здесь собирают аладдина и скорее всего это будет парень сложную линию вряд ли все таки магнусом фармить на эту перебор нужно банить карри теперь нужно банить кого-то еще и не не точно не хотя под им пауэром магнуса фантом к довольно неплохо выглядит опять же если собрать какую-то бкб-шку точеки ролл гормак просто ставится бесполезными кусками голды для фантом ки в этом есть какой-то смысл так что банк принципе оправдан полностью что уладина время почти дополнительно не потрачено только сейчас оно пошло там больше чем полторы минуты и нужно придумать кого банить но опять же без слабых то ли сложную то ли фармить неясно кого банить нужно угадывать пытаться как-то прочитать противника ну думаю все таки будет опять какой-то стандарту там пак кентавр да что такого пак скрещет на сложно-то должен был идти по задумке аладдина в прислабок должен был фармить в принципе логично ловить бы его было нечем принципе винджи фуз перед станом спокойно в шифте прячется с раба убегает и ничем ему здесь боль не нанести и убить и последний не хватает сложную линию кого-нибудь скорее всего темп ларку забирают ну это скорее всего не сложная линия скорее всего фармящий карьерой парка сложный как-то не слишком уверенно выглядит и в принципе ее можно как-то просветить опять же подвину с арморчиком сбить рефракшн варды ловится она спокойно и в принципе довольно легко можно контрить но вот без тебя плотный пойми спину с четочком спреем его неприятно будет убивать ну что аладдин и нужен фармящий какой-нибудь карри герой обязательно против темп ларки вот забаним кстати вина мансера до забанили батрайдера то есть горение здесь будет от усадки это я да еще что сбивает рефракшн такого здесь не будет минута пока остается аладинов думаю долго и принципе и нужно все варианты голове перебрать нужно выбрать правильный посмотрим я в принципе не знаю даже никого брать то есть пик довольно таки жирный плотные если тут из всех таких самых легких сайт скачет джекира будет и драться и все придется долго то есть на длительные затяжные масс файты если опять же магнус очень грамотно не зависит там как-то непонятно супер все круто войти церцизм эхо стомп сплиттер керри там какой-нибудь которого выберу там никто не вышел 15 секунд осталось они долго думают стрим link типа оки ченнел что там такого с ларка у нас забирают сейчас зайдем я кину стрим а что за день сегодня такой дота закрылась на рамочку уже принципе можно убрать да я прям не знаю ну 3 4 день подряд уже и принципе пытаюсь стримить и комментировать непонятная странная цель у меня заходить просто весь канал в youtube именно своими водами пока получается но не особо в принципе тут большинство уже моих игр в первой сетки как бы страничке так мы здесь нормальный будет лод без дисконнектов без лагов и не выкинет естественно да все есть персонажи двигаются ну давайте скинем ссылочку так вот так делаем напишем на английском стрим здесь уберем он был он был написанный магнус у нас похоже сейчас очень сильно стране то городе первым огур очень быстрый поставил вард увидел и вряд ли что-то получится опять же есть сквер пока ничего не качал есть escape вот не поймали тут же поставили эсцентрик тут же ломают варды все правильно но и принципе вряд ли что-то кто-то по-другому могло бы быть вот нет тега к сожалению вы элизиум гейминг забыли ребят поставить ну пускай самое что мы их знаем и сама что я вроде пока название не забыл как вчера не портим до очередная пауза уже ты лизиум ничего транслитом perfect english как будто поняли ну в принципе может быть кто и знает водичка кончилась горло тоже кончается я нормально ну я не знаю может они просто прикалываться и у них грецы на самом деле такое викторий так ну магнус будет сложно скорее все пост против триплы джекира огур и разор что-то тоже интересно вот в виде будет нас стать темп ларка я об этом говорю скажу скорее всего там легкая линия еще что-то типа того в киспике там проблемы у ребят пытаются они их как-то решить здесь по времени еще более-менее то есть мы уложились в расписание мы его вернули за счет очень быстро предыдущих двух игр там 25 минутных так что вроде более-менее окей ну я даже чуть немножко понимаю секунду и вот он дисконект там проблемки с тем спиком я в нем очень много сидел пользовался вообще не помню никаких проблем абсолютно разве что там были китов с моими на стороны проблемы там с компьютером еще что-то там киспик просто не хотел включаться допустим или такое сам киспик очень стабильный принципе простенькие тоже в обращении там нет ничего трудно сложно и удобно и опять же так ну вроде все google понеслась третья игра сегодняшнего дня 1 восьмая нет одна четвертая до 1 4 уже то есть посмотрим на еще три игры если что деду ну думаю будет интересно джекир у нас гоняет магнус или fire есть суппорта пытаются рунки законтролить не дают ну и неужели будет стоять 212 у нас элизиум не думаю что это хорошая идея принципе будет банально это та линия для магнуса он будет вывести то просто крипов шоком в принципе бейдер из разор будет по нему стать клиника минус арморит дашь тоже такое дата работой пожалуйста умоляю тебя ты уже третий раз вылетаешь рассказывал я вчера что было там прозвище на одном турнире косячные ойки есть немного такое бывает очень редко я не знаю что сегодня происходит и наверное опять же если у нас будет перерыв минут 10-15 я тогда уж полностью компьютерами и со стримом ребут ну ну потому что это что-то уж совсем нехорошее ну давай заходи здесь опять же все будет без дисконнектов без всего ход игру посмотреть ага ну блин не прет мне сегодня придется steam ребутать вы пока полюбуетесь на черный экран уже второй день подряд я не знаю я буду с этим разбираться но уже после естественно всех игр надеюсь это все прекратится как можно раньше рекламки всяких игр в стиме вылезают зачем-то вообще ну не нравится мне такое очень в принципе мы пропустили практически основной замес в игре предыдущий раз после который ребят написали good game ну почти ну давай пожалуйста счет часика три три с половиной у нас в принципе будут такие игры так что почему бы не поработать это нормально доте ну может опять какой-то кривой патч вышел я не знаю нет такого минута стабильность ара почти работает ну за исключением опять же некоторых моментов вот он ферсблат сларк убивает у нас здесь брестлбека нас можно линии 4 помочь ничем не смог ну вот я об этом принципе и говорю что типа два на два здесь особо плюсов нет как ни с той ни с другой стороны в ми-10 м пларка вы чувствовать более-менее хорошо но тоже дп очень сильно про код слотом до банки еще далеко и и пси-блэйдзами здесь на его и и неплохо двойные стаки пошли успехи сделать здесь не получилось здесь получилось немножко он был пораньше кричать внизу пошел у нас фарбласт на магнуса и стать клинком здесь не успевает уехать на сквере магнус и один один пока счет 3 минута ну и баночка у дп ну теперь я буду здесь и сидеть просто постоянно как на иголках и думать о том лишь бы дата не вылетел в кое-нибудь опять же ответственный момент там перед дракой и пикин очень интересным гангом да ну вроде бы ничего не пропустили самое главное хотя в мире интересное действие пытают здесь забрать у нас дп жечку скорее даже получится забрать все блэйд сгорит 17 хп договорилась и гната нового венга здесь тоже вряд ли хотя магнус приехал на сквере неплохо разменялся здесь с темп ларочкой и опять же один в один грубо говоря размен мидера на мидера ну и по файт рекапу все таки в плюс опять же для аладдинов не боль не большие суппор получила венга деньги магнус софраг оформил есть только огар получил копейки копейки но пару крипов для суппорта это много то есть в принципе уже летят какие-то дасты и центрики вроде мелочь но полезно ну и внизу у нас вот магнус магнус х 100 и его там один раз убили но в принципе реабилитировался что что успел прибежать в мид и вроде чувствует себя более-менее есть уже бутылка так что будет наверно контроль какие-то рульки внизу прозор опять же есть уже пт должна быть какая-то мека в принципе не все так собираются более-менее стандартный мека яша не знаю аганим бкб здесь принципе надо бкб купить опять же от магнуса но поменьше дамы же получать ну и сларк очень противный будет герой у него уже есть арбов веном то сказать пойдет по какому нибудь из шаблончиков там пт даггер яша скади что-то типа такого ну и в миде у нас здесь огур заныкался в кустах стоит гаишник ну дп тоже принципе его видела помочь на вордах он пробежался выход пошла трэпа еще одна трэпа замедлили игнает фаербласт он под тавером поэтому вряд ли что-то получится хотя очень много дэмэджа неплохо хогар танкует еще и фраг забирает но в размен парка не было ману магнуса так бы еще не сквере вывез кого-нибудь наверху у нас здесь подожгли венш фулл спирит dual breath liquid fire очень много дэмэджа по ней залетает 2 стака но сарк пытается выйти в размен но как бы нет получилось выйти эхо слэм кайфа слэм эхо стон эхо стон где точный но все-таки саргиз выжил к счастью получил что уровень довольно-таки вовремя успел ути в шеду нас четыре в четыре долл за фрезер все что думал опять ну все теперь это будет паранойя на сегодня да и наверное ближайшие неделю полторы что что-нибудь да будет нужностью я уже давно говорил там у меня мусора много поэтому виду восьмую поставить уже в конце концов но с лапку сиди неудобно убивать из бристалл бека все-таки спрей в 3 и слабо довольно-таки хиленький опять же к физ дпс у да и к магическому принципе тоже там по нему много залетает и не просто ему тут 20 бристалл бэк в мини кстати доминация есть надвяться небольшая 27 против 32 темп ларка себя чувствует поувереннее опять за счет гангов есть у нее два ассиста одна смерть у дп в принципе ситуация немножко похуже две смерти два ассиста ну и на творске я думаю тоже на восьмой минуте у нее немножечко повыше ну как немножечко принципе на целую баночку какую-нибудь или даже нулик талисманчик небольшое количество демджа все-таки в плюс седьмом уровне как известно не качается огар джагир у нас обходит пошла трапа ты спав не точно и питтайр пошел неужели пойдем дальше вот смол дать сдала тычку горит курьер будки с крылышками у нас наверху что непонятное происходит старт пытается драться брестал бэк временем разменивается в венгу лэлдоритан здесь пытался бы помочь пришел огур фаербласт и гнает неплохо пошлисти кислорг пытается что-то еще сделать но не успеет приходит джакир и нужно убегать в очередной раз размен в принципе получается брестал бэк хоть что-то смог сделать опять же спрей в три в четыре это очень много скорей что у него появится утилу киноспособность он будет реально опасно боевой единицей выводы там здесь пытается фармить стаки своим астрал спиридом ну и вот на принципе мека там пларка в миде с гангом взял на брестал бэка или соло нет соло она убивает дп просто так дэмиджу она была битая на пол хп что вообще там произошло непонятные он стоп драки в разных местах абсолютно на карте не ждал я такого я говорю что игра будет и обещает быть интересный сларк на джакира пошел немножко не по таймингу улась по в тоже не точно есть у дэнс пошел дальше по он там не попал но вот так там добивает хотя же был скончился пошел глупал через 13 код скорее всего здесь заберут прилетает венга не успевать ничего сделать магнус в прям в ней был цвет телепорта не отображался если у статьи рпшечка но нету мая на нее и до даггера совсем чуть осталось разор почти с меккой не хватает ему 300 200 250 монет в принципе довольно таки быстрая мека есть и что у него возила пт опять чтобы он творчестве с половиной тысячи дальше идет нас там пларочка 4000 ну да ну вот дота моя по вылетал и народ принципе тоже по убегал ножка со стримчиком сколько было такого не было нормально объяснил ладно здесь венга водите по-прежнему варды бегать без сапога очень медленно и проблему здесь неплохие но есть четыре ассиста то есть принципе в размен какой-никакой но стараются выходить ребята из из фол один еще делать стаки для сларка для магнуса да в принципе для всех сейчас успеет сейчас должен здесь быть пул еще один пул делает вообще просто висит из в стаках здесь три здесь два здесь там 34 так ну что он здесь на внизу разор забрался от авер абсолютно без какого-либо сопротивления даже фортификацию один не прожимали и по натворщиком на 10 минуте думаю можно глянуть и я забыл название команды 5 и лизиум и лизиум гейминг лидирует в принципе неплохо 4000 по золоту 2000 по опыту окей принципе по фрагам есть на 1 килл преимущество так что ну вроде бы пытаются пытаются а сопротивление очень неплохо даже бодаются прислубок тем временем внизу есть него пт-шечка есть это эти бустыр естественно это будет агата вангвард и варианты и магнусу даггера наоборот даггер магнуса есть рп-шечка 8 уровень и нужно нужно как-то постараться хорошо очень залететь поймать 2 3 вести по тавер там минус армор чеки славка обязательно должен быть я так считаю шелу-дэнс что-то делать круто грязь посмотрим магнус здесь светится на трэпе должны его просветить моргнули а вот его видит же кира поморгал и думаю даггер тоже были должны увидеть вот чудо поезде стоит на трэпе вообще можно сейчас просто на нее зайти на морозе так и делают пошла трэпа замедление статик линк кинетик филд магнус рп хорошо неплохо по четверым а там айс паф не точный отличный инцертизм в принципе дэс профит он нужно убегать и очень много дэмэджа на салразор 190 и просто отклипает сраги сейчас еще убьет у нас здесь к сожалению лорд титаны и это разнос 3 полки у нас здесь делают элизиум гейминг и последний старт только здесь остается убегает он от брестлбека пытается как-то жить выживать спасать свою темную жизнь уже почти зато ты зашли вообще-то еще вот уж к стоит отлично подрались очень хорошо зашли трэпы и очень много пользы внес него уже 1400 и ведет на себе что-то в курьере где-то в лавку за поинт бустером скорее всего будет собирать себе аганим да да есть поинт бустер так ну тут я уже немножко поймал на печальные мысли когда вывел три полки от разора а я забыл мысль совсем все плохо с головой что хотел сказать да если к сожалению аладдин и вдруг не выиграю но вдруг но но все может быть с викинг капом на сегодня все потому что попросила там есть еще одна команда попросила что если вдруг у меня будет время на их игры то собственно я еще к ним присоединюсь но так как визу гейминг я очень хорошо пока показываю тут все может быть там краза граждан через час то есть в принципе можем успеть над плохие мысли надо не думать аладдин должны затащить в принципе ну преимущество большое 7000 по золоту 4000 по опыту на 13 14 минуте и разор у которого через 2000 будет аганим это проблематично бристалл бэк поймали пауз удар пак 5 сделать телепорт и сделаешь телепорт не хватит дэвид же 100 хп остается бристалл бэк улетает он ну тоже принципе венги нет 6 уровня нет свапа нет сапога она очень слабая нетворс 500 просто 500 нетворс магнус телепорт наверх есть хоста есть рп есть вернуты нужны им павру тоже там виничку хотя бы качнуть магнус рп по одному разору пошел а спа фэр бласт и большие проблемы сбудут у магнус драка проваленная будет для эфа и нужно уходить пошла мека магнус уже минус должны вы здесь догорать до ликвид фаер джекера получает фрак очередной венгу за стопали 200 ему спида под трапами без сапога у него вариантов нет пошел еще мультикаст и какие-то фэр бласты и беда 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 большие проблемы команды ладины или ефа дпдп с виза драем хочет она себе елку 0 4 в миде мид принципе может стать проигранным и преимущество еще больше преимущество еще больше это уже в районе 10 тысяч пока переворачивать пока переворачивать резюм гейминг полностью и целиком всю команду ладинов в принципе я очень уверенна с первой минуты игры так ну что доспорт с экзорцизмом у магнуса метро пешечки было на предыдущий раз но не особо удачная так что прессинг ручки очень хорош или кисар 4 3 уровня пока принципе джекиры левол не особо высоким крипы пока сларк сломал у нас тавер в миде какой-нибудь он все-таки размен и т2 здесь упадет пыталась в нг его еще сгинает и у сларка 3000 голды покупает он себе лотар забирать себе баунти рунку ну идет как бы его еще тут не поймали на самом деле заходит видит разор пошел тарпак статик линк но нужно убегать кто на самом деле съесть ну во первых торм пауза во вторых у дп пошел экзорцизм лд там уже откидает своего астрал спирита магнус прилетел с даггера то есть должен быть шок вейв и даже принципе можно немножко почитать 950 хп социзма летит очень много будет сварм сварм 300 урмо у урона у сларка еще помню дар пакт нанесет пару ударов поэтому вряд ли здесь получится как-то засейвить своего разора хотя у него есть мека мека есть мека будет нажиматься контроль здесь не хватит так как венга далеко стана нет единственный контроль это тогда будет скьюр либо рп которая будет через четыре секунды то есть если опять же ладин и удачно быстро смогут минуснуть именно магнуса и разор он то они могут постараться подраться дальше в плюс для себя что разор это ну наверное сейчас один самых главных боевых единиц что там произошло я не знаю попросили паузу секунду пишут гол гол да гол давайте смотреть немножко выше камеру следи магнус из пюре уехал не точно ошибка мека хорошо должна пойти и большие проблемы большие проблемы у ладина двойной мультика задает пдп свап венга отстанивается сларк здесь у нас уже умер умер разор его убил дп от спре погибла уже трипл килл мы бежать бежать где ваш джин ковер самолет что там еще было в мультике принцесса помн там к это было попугай не есть попугай есть ну то это сова это не попугай это жалкая пародина попугая у них нет ключевых основ аладинов у них у него нет горячего попугая и дп просто дисконнектится good game пишут нас аладин и что вообще произошло я не знаю я бы предположить что это рейдж лиф просто-напросто 17 минут изи катка по-другому это просто не назвать элизиум гейминг просто-напросто проиграли да вот пишут того у нас про отличную паузу типа спасибо ну пауза была тенге то есть на было не особо удачный думаю ну или же им тоже успели прочитать свои варианты и не хватило дамы же просто-напросто убить разор одного в пятером плохо ладно что ж на этом тогда к сожалению хотя так сейчас разберемся ну пока просто музыка дам дальше дальнейшую информацию что куда и как какие игры может быть мы еще посмотрим досмотрим этот викинг кап узнаем что будет дальше пока никуда не уходить